В общем, что тебе дать, Hyundai? Что тебе дать, Hyundai? Сейчас, наверное, многие думают, наконец-то Taha будет на тесте, наконец-то. Вот я бы тоже хотел, чтобы в комплектации LTZ Taha-то был, но в итоге мы катаем на Hyundai Tucson 2008 года, стоимость 599 тысяч рублей, весь целый вообще в автосалоне. 16 регион, сможете приобрести эту тачку на полном приводе, 2 литра турбина, Common Rail Direct Injection, 112 лошадиных сил. И да, здесь движок контрактный, но это ни о чем не говорит, контрактники тоже могут отрыгнуть достаточно быстро, так что, ну я не знаю, это вопрос, просто большой вопрос, зато такой фаркоп. Могли бы сделать вот таким, но его сделали вот таким, ну сколько, ну сантиметров 20, 25, наверное, ё-моё, можно просто яхты таскать и ваши крутые, наикрутейшие самокаты, электросамокаты. О, салон, вы помните, когда в 2008 эта тачка появилась, все просто летели, летели, полетели по этой тачке, куда-то улетали. Вся целая, да, сколы там, что-то еще, но сегодня покатаемся на ней, что-то еще есть, ну блин, она целая, это очень круто, это очень круто. Да, 2 литра 112 кобыл, у крутящего достаточно, а, вот еще забыл сказать, здесь накрылся АБС, блок, короче, сгорел там, поэтому накрывает систему полного привода, трекшная стабилизация, но ничего страшного нет, это меняется, делается, дело, как говорится, поправимое. Перетянули зачем-то в оплетку в дешевую, здесь все равно непонятно, зачем, и вот этот селектор тоже, пробег 189 заявленный, но уже контрактник. У меня тоже на Тойоте контрактник стоял, он тоже уже там отрыгивал, но куда деваться. Если вы хотите стать дизелистом, вот такой трактор водить, то вам нужно знать, что такое форсунки, как они работают, сколько они стоят, накрываются они, сейчас поставят номерники, в общем. Дальше, 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 все вот это вам нужно знать. Форсунки обязательно, главное, сколько стоит, где взять, как отрегулировать, где настроить, где стенд и так далее. Важно знать, что такое турбина, кто же такое EGR, сажевый фильтр, вот это все, 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 изучить вам нужно. Если вы это все, блин, не изучили, вы просто с этой тачкой будете на приколе. Я вот вам гарантирую, у вас такие приколы будут, просто Comedy Club будет отдыхать, друзья. И самые ваши любимые шоу, где вы дико угораете, они не потянут на тот прикол, который вам даст эта тачка. И это будет действительно так. Ну да ладно, давай. О, дизелек, запустился, видите, ABS и сразу полный привод, блин. Там муфта сразу загораются. А сидушки-то, ой, 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 убегает зайчик мой. Классные сидушки, мне нравятся. Центральный полный электропакет, 4WD-Lock, ESP, электробаграфового стекла. Даже есть вот GVC, он такая красивая, нарядная. Есть USB AUX, однозонный климат. Ну все, четко, вот сидишь классно, не знаю. Мне эти авто очень по душе пришлись в свое время. Вот так все регулируется, вот так можно даже побарагозить в этом автомобиле. Вот так все повключать. Ну, классное авто, классное. Вот эти даже форсунки, как они работают, мне нравятся. Он прям такой, знаете, не дико кошмарящий ваш бас авто. И что, а, еще и брейк, да, здесь брейк завязан тоже. Ничего себе, подогрев сиденьем. Вот здесь что-то еще. Давай, друг, давай, открывайся. А, о, смотри, как он поднимается, он так, наверх. Оу, ты прям как этот миньон, который все вверх-вверх хочет. Бардачок, ну что здесь? О-о-о, латунь. Латунь или что это? Это, слушайте, многоцелевая штучка. Это я вам как бывший чувак, который на дизеле прокатал почти полтора года, говорю. Это не просто так здесь. Что, ГУР нормально? Здесь даже салфетка есть. Микрофибра, наверное, какая-нибудь. Да, да, вот такая красивая, в подарочек, универсальная. Из искусственной замши. Может быть, даже повесить вот так. И в качестве освежителя использовать. Ах, как хорошо, а, как хорошо. Ну что ж, погнали, друзья, потихонечку, поехали. Обычный гидротрансформатор, не бойтесь, ничего с ним не произойдет. Здесь, ну что, соленоиды не накроются, гидроблок тоже. Пакеты фрикционов, они как бы живут своей жизнью. Если вы не мучаете, если вы, блин, ну типа таха не толкаете сзади, спереди к себе там не прицепили никуда, вы поедете как бы на этой тачке. Но АБС нет, ну АБС нет, когда зимой плохо, а сейчас АБС нет, это как бы, ну терпимо мы с этим более или менее как-то переживем, так скажем. Подогрев работает лево и право, это у меня, блин, подогрев не работал, я вообще так немножко это комплексовал, то что у меня подогрева нет. Вот мне вообще приходилось, в общем, в прикуриватель коврик там типа такой, знаете, емеля, шмепеля ставить, чтобы как-то зимой оно греться. Потому что дизель хрен прогреешь, если у вас предпускового, нет, он просто когда вы из пункта ФУБ по городу даже передвигаетесь, он быстро остывает на холостых. Поэтому если у вас дизель, у меня вообще для Турции была тачка, это где-то там ну минус 2, минус 3 еще терпимо. Для наших зим она вообще у нас просто фонарела, мне пришлось искать крытые парковки, где можно там автомобиль, собственно говоря, поставить на определенное количество дней, когда очень холодно и все. А так у меня просто там парафин, понимаете, она замерзала, стартер-то крутит, но ничего не запустит, там вся топливная рампа все уже накрылась. В общем, королева из Эрендала приехала и все заморозила у меня под капотом, бред, и все, и сидишь такой думаешь, блин, ну нафига тебе этот дизель сдался без предпускового погревателя? Ну или да, грех топлива, чтобы ничего не было ставить, я его, в общем, не поставил, ну не пожалел, что не поставил. Но зимой тяжко с дизелем, зимой тяжко, конечно, было. Тем более вот эти у меня, получается, электромагнитные форсунки, они не особо капризные, пьезоэлектрические, сами понимаете, почитайте, что такое пьезоэлектрические форсунки на дизеле. И вот эти электромагнитные, одна была накрыта, мы ее на диагностику, на стенд что-то там сделали, подшаманили, подкрутили, подвязали, ритуал провели, и она заработала нормально. Потом у форсунки все четыре, у меня ливи, хорошо, но я удивился стоимости новых форсов и стоимости, собственно говоря, восстановленных, типа, бу, там вообще кардинальная разница. Это как вот бургер тройной и вот типа вот такой, одинарной стоимостью, ну как так-то? Это же солидно, тоже солидно, это нужно учитывать в первую очередь. Ну что ж, вот смотрите сколько места, это просто большой корейский крейсер на дизеле, как большие корейские минивены, которые катают в США. Вот такие они, как бегемоты, сразу 10 человек залезли, это просто маршрутка, по-другому и не сказать, если никого не хочешь обижать, вот такие дела. Ну что, салон приятный, ухоженный, никаких посторонних запахов нет, видно, что за автомобилем следили, уж тут говорить ничего не стоит, я думаю, это и видно, и камера все покажет, я все расскажу, тоже покажу, вот как есть. Сейчас остановимся, тоже продемонстрируем, как он устал снаружи, внутри более-менее еще сохранился, это знаете, как мужчина внутри сохранился, а снаружи как-то не очень. Вот этот мужчина тоже сохранился внутри нормально, потому что у нас очень важно, как и физическое наше состояние, так и духовное. Если духовное страдает, физическое будет где-то недорабатывать, если физическое срабатывает, где-то недорабатывает духовное. И это все в развитии такой симбиоз, понимаете, нужно все развивать постепенно и, так скажем, грамотно делать. Ну что, рулежка среднестатистическая для такого автомобиля, ну, как бы он едет, его много, и он едет, все, больше ничего не нужно знать, наверное, про этот авто, экономичный, будет вас возить очень долго, кстати, вот здесь дизель, он гораздо, гораздо, гораздо прям, на 100% могу вам сказать, прям со 100% уверенностью утверждаю, что он тише моего, блин, трактора, у меня тарахтел, будь здоров, то есть, если я запустил, я остановился где-то на нем, закрыл машину, у меня там, не знаю, я из магазина или из какой-нибудь торгового центра выходил, у меня даже тачку не было, необходимости где-то искать, я сразу по звуку знал, что это вот, что это вот мой дизель молотит, он меня ждет, он меня призывает обратно, говорит, давай садись, брат, поедем, как-то так, здесь, да, здесь тише, конечно, это факт, надо бать, бать, я вот, уже знаете, так скажем, по привычке, сильно не кручу дизель, я не знаю, почему я так делаю, но сильно не выкручиваю я дизеля, как бы, я стараюсь, ну, на минимум оборотов его держать, потому что я привык уже, ну, это, во-первых, экономично, он любит постоянные обороты дизеля, он не любит, когда его там выкручивают, как в ТЭК, то 2000, то уже 7000 оборотов он видит, это вот, с ума просто сойдет от этого, при том, у меня даже турботаймера не было, турбину я не накрывал, я где-то давал поработать в городе, ну, 2-3 минуты давал работать, по трассе, где-то около 5 минут, если я прям выжимал его по трассе, хорошенько выкручивал, ну, 5 минут он у меня работал, но все-таки вот таки черным коптило, будь здоров, предлагали мне сажевую ударить, заглушить ЕГР, прошиться, но в итоге мы до этого дела как-то не доехали, вот, о-о-о, как мы переваливаемся, да, как мы переваливаемся, если вот даже гипотетически предположить такую ситуацию, что у вас был патриот, допустим, да, и ленивый, если вы пересядете на эту тачку, это будет, знаете, вот как в Турцию съездить, да, и на Багаму, вот, Турция это одно, а Багама совершенно другое, или США, вот такие дела, ну, Карабас живой, все нормально, еще работает, работяга, как-то так, ну, что ж, давайте до часа, до часа, до часа, до часа, до часа, включаем все, что здесь есть у этого парня, Корейского, из Кореи, вот эти формы непонятно, сюда ничего не положат, сразу летать будет, подушка безопасности, ну, как почти на Хонде, здесь такой тоннель, интересный, но не пройти, типа, вот, здесь до подстаканника, и все, Стороновитель автоматически опускает стекло вниз, здесь подушка безопасности установлена, вот этот материал, мне нравится, он, кстати, очень износостойкий, не берет его ничего, ни вода, ни огонь, ни медные трубы, и даже числота его не возьмет в этом деле, ну, что, вот это уже не работает, понимаете, вот, вот так нужно тянуть тросик, ну, собственно говоря, как и находится, и у меня была отломана вот эта штука, мне тоже за тросик приходилось, Здесь такая душесчипательная история, оттягивать, и главное, ничем ведь не залепить обратно вот эту штуку на цивике, кто лепил, там даже на монтажных ней что-то еще, она отвалится, вот, что делать, почему такой конструктивный просчет с годами, тачки не молодеют, тачки стареют, увядают, им очень тяжко, особенно в наших условиях эксплуатации, об этом говорить, ну, многое, понимаете, износ, катастрофический автомобиль. Ну, что, здесь различные наклейки, стикеры, почему-то вот дверью, видимо, педли что-ли провисают, или что-то еще, смотрите, как сильно пошкрябано, я удивляю, тоже подсветка такая аккуратная, здесь, ну, в целом, все, в салон аккуратненько, где-то, конечно, износ прям очень кричащий, сильный, где-то еще более-менее все какое-то, здесь рейдинги на крыше установлены, нехорошее, ну, да, вот он сколы наловил, где-то там спереди подкрашивали, где-то не подкрашивали, такой пластиковый здесь защитный вес, вот эта штука ничего не гнет, ну, и гнется, да вот это, отдирай, там, знаете, что будет, там уже это просто рыжая болезнь с сестрой своей поселилась, там уже, ну, так ударишь, все отваливается весь металл, ну, ничего такого, вы просто, я не знаю, ну, кого вы читаете на ночь, Ганса, Кристиана Андерсена, вы большие сказочники, я понимаю, конечно, вы далеки от реалий, но в то же время, блин, не пугайте людей, а. Здесь 15-65-16-й профиль, но хорошие, хорошие цепки, цепка, что-то здесь, видимо, стоит липучка, да, и фракционка, похоже дело на это, с пошкрябами, где-то диски ее немного, галоген, рефлектор, видишь, на дальней туманке все есть, все светит, ну, видите, покрашивали эти дела, не без этого, конечно, смотрите, что-то промазывали, видимо, скажу, работало, все хорошо, как-то так. Ну, давайте покажем, уху-ху-ху-ху-ху, что-то здесь место, у меня лично было все компактно, вот посмотрите, что-то здесь место, вот тут прям, как, знаете, в клуб зашел, и там человек пять только тусуется, хотя клуб рассчитан на тысячу человек, и вот тут такой весь зажигаясь, вот на клубе, как сейчас в инстаграме, поставим, я эту песню поставил, под нее танцую, думаю, в чем прикол, не могу понять, как она может быть вирусом, е-мое, вы не понимаете, да? Чистили аккуратно, здесь даже вы не поверите, если вы, допустим, приехали на дачу или что-то еще у вас произошло, можно подключить стиральную машину, можно клубы, варочную тоннель, либо же микроволновку, вот сюда можно положить чайник, что-то еще, смотрите, здесь есть розетка, а, вилка есть, это не просто так, можно что угодно подключать, подогреть, покушать, электроодиалов подключить, электрофибромассагор, на черепную коробку или что-то еще придумать, ну вот, контрактная штука, видите, все промазанное, работает, оп, что-то, какой-то там крест пошел, я с ним не уверен, это испугался, дернулся, ничего себе, крест, вот это мы любим, вот там, медные шайбы под форс, это же идет, интересная штука, я по каталогам когда пробивал, их вот нигде нет, типа они не существуют в нашей вселенной, но в итоге я нашел это дело, ну что, это видно, тоже сыхается, сфиксировали, но весной, я думаю, не заказывали, на сегодня, ну, ЛАКБ, видно, вот, мы, даже, чтобы успокоить, этот промазан, наверное, меня любят, а донеси, мы прям не напрягались с этой пачкой, но в остальном, минимум, максимум, 10-30, всегда следите, жидкость берут свежее, здесь загорается наша любимая стекла, называется, жидкость, с запахом вишни, все, под какой-то, все строго, четко, никаких отклонений, это норм нет, я рассматривался, я такой Тусан, у меня, говорит, я, как-то помню, в магазине запчастей сидел, и мужик приходит, такой, знаете, чувак, который ничего не спрашивает, не здрасте, ничего, видно, что менеджер, менеджер, у меня сейчас занят, мы с ним выбираем, придем за частью, он подходит, даже не здоровый, и говорит, у вас на Хёнде Тускан есть фильтр, на что менеджер отвечает ему, мужчина, вы видите, я занят, присядьте, пожалуйста, после того, как я освобожусь, я займусь вами, ну, собственно говоря, он что-то там, пробормотал поднос, как это обычно бывает, они же в своей вселенной, такие люди, крутятся и развиваются, и ушел, ну, и мы с ним поуграли, конечно, какого-то Тускана, он думает, что у него Тускан, не Тусан, а Тускан, ну, вот такие дела тоже бывают. Что, здесь аккуратно все, стабильно, провал, еще не для дексировки, какая-то смысл, крырится более или менее достаточно, ну, допустим, за Невой, за трехдверкой, как бы, здоровье, вы не успеете за Невой, это факт, она у вас и делает просто как свертухи, свертухи и прям в то самое место, все, вы упадете. И в любви за съездом он это не позже сделал, и, конечно, масса, вот он сядет, это как тяжелая корова она, и все, а Нева она проедет дальше, без проблем, вообще, без запросов. Сейчас нижнюю часть давайте рассмотрим. Друзья, не забывайте подписываться на канал, будет еще очень много интересных и познавательных видео, как вот это сверкает все планочки права. Подобавая бесполога быстрее, чем-то же хорошее состояние, но где-то уже вот эти элементы устают, смотрите, какие зазоры. Что ж, давайте еще раз присядем на это царство хорошей, роскошной обивки сидений. Здесь у нас вешалка максимум держит три килограмма, ну что, что, трехкилограммовая, что-то будет все, ложить хозяин или нет, владелец. Здесь провода идут в броне, тоже бардачок, здесь мы уже все смотрели, давайте присяду, удобно, удобно, действительно, удобно, хорошо. Конечно же, на момент появления этот автомобиль вот прям взорвал рынок. Все такие, как, что, Тусан, вау, да надо брать. Сейчас я своему свату позвоню, своему куму позвоню, своего брата подключу, да мы его возьмем, мы будем кататься, мы поедем прямо в Сеул, в Корею, мы будем там отдыхать. Набирать, царство набирать, как-то так. Было такое дело, было. Хорошо, все хорошо в этом автомобиле. Если обслуживать, конечно же, даже вот сигнал, треугольничек, иллюминатор, иллюминатор. И хорошо, что она, знаете, не покрылась такими пузырьками, вот когда еще так, это нормально, когда пузырьки, это прям боль, боль. Все аккуратненько, чисто. Почему так просели дверь, они прямо, видимо, задирают ее. Почему так-то, да? Или здесь уже и полотенцик устал, не могу понять. Ну да ладно. Откидной центральный. Оп, очки, пожалуйста, подстаканники, все есть, розетка. Ну, для 2008 года, слушай, он сохранился прям очень хорошее состояние, несмотря на то, что где-то следы из нас имеются. Это нормально, абсолютно нормально, прям состояние бомбическое. Мне все понравилось. Подсветочка вот такая аккуратная тоже. Боковые подушки вот здесь. Неплохо, неплохо еще сзади там пару. Есть моменты, которые вас порадуют. Ммм, состояние прям, нужно сказать, 100 из 10. Очень даже неплохо. Ну что, пока не заросл этот автомобиль травой, нужно его покупать. Покупать, эксплуатировать, выжать, наслаждаться. Максимальное удовольствие получается. Что здесь у нас? Вот так аккуратно. Смотрите, степень износа задних. Так, оружие. А? Полуслики, е-мое. Надо его на Юрбург-Рент, видимо, уже выставлять. И на продаже. Побьет рекорд Porsche 911 и Nissan Nisman версии N Attack. Ну что ж, здесь можно открыть просто вот так стекло. Скажем, полюбопытствовать, что здесь лежит у вас в вашем багажном отделении. Посмотреть, после того, как вы полюбопытствовали, нужно закрыть и открыть полностью вот таким образом. 4 ВД, друзья. 4, даже не 2, а 4. Common Rail, Direct, New York, Tucson. И вот уже, знаете, она на последнем издыхании. Смотрите, как она уже подвозносилась. Блин, очках. Hyundai. Здесь тоже такие штукенции. Все складывается в соотношении 60-40. Так, розетка, светка, открывая сетка. И здесь монетка. Как-то так. Кама 214, это 215, это 165, это 165. Провода какие-то идут куда-то. Удерживают дорогу. Опачка. Давай, закрывайся. Вот, смотрите, как она закрывается. Нужные ножки. Хоп, туда. Подвинуть не хочет, да? Я знаю, почему не хочет. Потому что вот здесь смещение произнесло. А вот хрен тебе, говорит, обратно ты меня поставишь. Ну ладно, потом руки освобожу и... Я же прям думал, субарь приехал. Звук зачетный. Ну что ж, давайте снизу немножко полюбопытствуем, что там. О, ключок без забака, забыл, открылся. А это важно. Очень важно. Где он открывается? А вот тросовый привод. Из пластиковых изъемных дизель. Не предпомерен на заправку дизеля. Здесь немножко износ есть. Знаете, вот ввиду вновь открывшихся обстоятельствах. Здесь такой термин. Вновь открывшихся обстоятельств. Здесь я что хочу вам посоветовать. Берете ли вы дизельный? Берете ли вы бензиновый Hyundai Tucson? Они все хороши. Это знаете, как спорить, наверное, о том, какая из палочек Twix вкуснее. Левая или правая, или правая, или левая, или нижняя, или верхняя. Смысла особого в этом нет. Этот автомобиль дает чувство уверенности. Это как бы, знаете, такой симбиоз минивэна. Немножко там паркетника, как хотите, можете его воспринимать. С высокой посадочкой, с приличным клиренсом, с неплохой управляемостью. И в первую очередь, в первую очередь, с хорошей надежностью, как оказалось. А мы все с вами. Toyota, Toyota.